Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом видео я хочу рассказать о некоторых особенностях выращивания кабачков. Ну, начну сначала с того, что кабачок у нас из Северной Мексики, а в Европу он попал только в 16 веке. Что интересно, в Северной Мексике их в пищу употребляли у кабачков только семена. И только когда кабачок попал в Европу, итальянцы распробовали, что это за овощ, стали употреблять его в недозрелом виде. Кабачки мы сажаем ежегодно. Ценится кабачок как диетический продукт, он очень полезен для человеческого организма. Что хочу сказать самое главное о выращивании кабачков. С кабачками можно пролететь с сортом. Например, мне всегда нравился грибовский, наш родной отечественный сорт. Но сейчас погода вносит такие коррективы, что в такую холодную погоду у грибовского просто не завяжутся завязи, потому что нет опылителей. Вот здесь у меня растет кабачок искандер. Искандер, кавили и все партенокарпические кабачки, им не нужны опылители. Они будут давать урожай даже в холодную погоду. Еще в чем особенность выращивания кабачков? До того, как кабачки зацветут, их надо подкармливать с внесением азота. Азот в чистом виде давать можно только, например, подкормить мочевиной в первую подкормку. А давать комплексные минеральные удобрения, чтобы присутствовал азот. Самое простое подкормить кабачки, тем, кто не любит подкармливать минеральными составами, подкормить кабачки до цветения настоем коровяка или настоем сброженной травы. Там есть азот, и это помогает кабачку нарастить мощный куст. А дальше уже после цветения кабачку нужны калийно-фосфорные удобрения. Здесь можно обойтись древесной золой или подкармливать комплексными минеральными удобрениями, такими как, например, калийными монофосфат калия, можно подкармливать суперфосфатом. В общем, вариантов подкормки кабачков много. Но самое главное, на что я вам обратила внимание, что до цветения в удобрениях должен присутствовать азот. Потому что если кабачки не нарастят хороший куст зеленый, то у них не будет силы и активно плодоносить до самой осени. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.